привет друзья квазиморфозис экзордиум эта игра на которую я наткнулся в рекомендациях стима и заинтересовала она меня по нескольким причинам во первых она бесплатная это бесплатный рогалик и он от русскоязычных разработчиков поэтому тут есть русский язык и ну мне скриншоты тоже заинтересовали поэтому стоит попробовать мне кажется когда наступило будущее мы не получили всеобщего процветания жадность корпорации отменила сингулярность земля была превращена в частную собственность и теперь это же ждал и космос а в космосе затаилась зло мир оказался сложнее чем нам казалось вокруг каждого небесного тела скрывалась его духовная оболочка брам-фатура царство демонов это дум люди могли бы отступить не жертвовать жизнями и не бороться за ресурсы от дальних рубежей но миром правили корпорации конкуренция и жажда наживы связавшие цепями все человечество оказались сильнее при приближении людей сила брам-фатуры рвется наружу ужасные картины чужих миров сводят людей с ума когда аду удай удается войти в наш мир используя тела людей как ворота короче что-то там влияние что-то там агент корпорации 23 часа 26 минут назад станция францева 7 корпорации анком подверглась нападению предлагаемый класс происшествия квазиморфное событие задача добраться до лифта на пятый уровень и включить вещательную сеть анком окей окей а это это что-то пошаговое да мне было такое подозрение потому что в обзорах говорили что это похоже на стон шарт помните что францева 7 ваш новый дом вы должны быть готовы защищать свой дом в любой ситуации собственно из корпорации то что гарантирует вам комфортное существование ну подозревая что эта игра бесплатная возможно из-за того что сейчас нельзя купить игры нормально в стиме и разработчики возможно из-за этого решили пойти на такой шаг так это наш инвентарь это кейс сорбент заражение фиксирует рану звучит уже как что-то слишком сложное для меня внешка зола мы все помним помните что вы под охраной анком сотрудничает только с лучшими чувака солнечной системы окей но давайте посмотрим насколько это рогалик говорят что это даже больше похоже на демку чем на ранний доступ анком напоминает что согласно нкз среди персонала гражданских лиц нет при нападении будьте готовы с оружием в руках защищать не только собственность корпорации но даже своей жизни но это разная комната просто здесь принятие нкз положила начало эри гармонии процветания и всестороннего развития личности теперь у вас есть право работать и любить свою работу автономная лечебная станция нужно зарядить ее и тогда можно будет полечиться хорошо не знаю как разрешать наверное разберемся тут можно стрелять кажется на с мы меняем оружие наверно видим перезарядка но стрелять мы наверное будем когда кого-то встретим ну да можно выстроить бочку это я криво попал или просто шансы накей я так понимаю огонь ну тут все двигается так тогда когда мы двигаемся скорее всего поэтому да тут явно есть какие-то шансы попадания ну давайте пробуем а нож тоже можно кидать пей но я подозреваю что если мы дойдем до трупа мы можем нож обратно себе собрать окей ну это получается как пошаговая тактика такая чувак решил не умирать у нас как бы у нас как бы бьет а вот начало здоровье тратить это бина до смерть я хотел там подобрать нож ну явно не стоило возвращаться окей окей у нас теперь другой персонаж так анком обеспечила вам доступ к военной броне помните что если вы не получаете доплату за прохождение специальной подготовки стоит сохранить этот специальный вид защиты для тех кто такую доплату получает окей мне еще интересно почему иногда мы можем там пройти несколько клеток когда он только одну проходит но возможно это зависит от того если рядом враги находимся ли мы в бою напоминаем что оружие всегда должно находиться в непосредственной доступности от вашего рабочего места в случае нападения ваши меры по защите собственности анком должны быть незамедлительны и эффективны окей что тут заточка мы ее можем сложить к себе она хуже чем наш нож и тут еще состояние есть окей так а подождите а тут можно же перезаряжаться я дурак зачем я шел в ближний бой так штаны а это лучше чем наши штаны было бы хорошо если пьян наводился и сразу можно было бы сравнивать но они такие же только покоцанные в принципе можно сначала их использовать да логично так куриная лапша это просто чтобы есть это помимо того что рогалик это вроде как survival horror так давайте отойдем и бам rip окей перезарядка мне вот интересно мне нужно дострелять обоему ну чтобы сэкономить патроны имеется ввиду что вот те два патрона которые у меня остались в обоими я перезарядил они пали вот то что мы можем стрелять в принципе в любом направлении это прикольно но я так понимаю мы не можем ну эти чуваки ничего не дропнули мы не можем с них ничего получать так ну кто то там сверху был нарывался собака это уж совсем далеко видимо теперь чем дальше наверное тем меньше вероятность попасть хотя не знаю сейчас вроде мы были вплотную что-то такое штаны штаны слава ага ну это штаны лучше чем у нас с той слот разгрузки а это типа сюда наверное выкидывать что-то турист ну рюкзак наверное на отвечает за зато сколько мы можем всего с собой носить так так ага это у нас укрытие так а может быть мы мины вам кинем вовремя я отошел новая рана ага грудь два урон за ход два урон за движение класс класс чё у тебя святая сместимость да ну не стоило так близко к мине подходить я просто еще не был уверен как она работает а это мина нужно просто подождать или что это футболка класс звучит полезно эмм давайте штаны скинем нафига они нам нужны сопротивление холоду чё тут кусок плоти ага класс класс можно насытиться за здоровье бом ну и чё он сгорел блин ну и чё он сгорел ну и по 4 хп за ход теряем а блин и и и понимаю ладно ну я и не умею играть такие игры ага можно ногой биться давайте попробуем я её могу кинуть а да забудьте ребят я умер сражение крови ну окей ну нам не было чем полечиться а у нас тут заканчивается боится ага ну это мы читали ну эта игра выглядит как не того чтобы я играл но я вижу в ней эмм потенциал скажем так очень недурственно сделано приятный такой пиксель арт ну и думаю если бы меня вообще этот жанр пошаговых рогаликов интересовал интересовал а я бы ну я бы был вполне в восторге наверное но я больше по экшенам так бинт это замечательно детали оружия чинит оружие снижает макс прочность окей ну я так понимаю мы мы без проблем тут можем пользоваться кстати у нас другая пушка оп тихо а на такой очереди стреляет ого ну она выглядит эффективнее чем та хрень которая у нас была ну нога можем мы этой ногой бра а я я думал будет забавно если собака еще среагирует на эту кость было бы смешно так так но винтовка это класс гвоздемет ага были бы у нас еще гвозди разрывные ну а можно наверное вот так поставим да пусть нога полежит на крайний случай так сытость а где вообще наша сытость отображается схватывание окей схватывание это типа схватка типа что я в бою нахожусь или или это какая-то механика которая не понимаю еще один бинт окей это хорошо заточка ну пока места в инвентаре хватает будем брать все подряд в принципе так ну давайте в комнатку еще сходим а а а гвозди не можем нет не можем а гвозди оглушают врагов понял в ближнем бою заточкой тоже можно бить не долетело ладно окей еще одна нога ну пожалуй обойдемся ну 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 и заточку стоит вернуть может быть еще пригодится то есть она клетки на 4 наверное улетает на ней может написано можно битнуть ну дальность дальности тут нет но не стопроцентный шанс попадания а точность поспящ а вообще точно 60 процентов окей звучит не очень круто через этот стул можно кинуть зря я перезарядился наверное кнопки просто путаю да стул явно мешает б стул явно мешает ау но это враг сказал ау нет все нормально внедрение что это это типа уровень сложности какого риска фрейня так мне есть смысл есть сопротивление инфекции сопротивление холода сопротивление огню с чем мне одежда вообще она помогает холоду сопротивляться ну тут есть f1 левый клик перемещение стрельба взаимодействия shift плюс левый клик стрельба в выбранном направлении ага то есть можно стрелять даже ну когда никого нет правый клик показать информацию опции дверь объекта враги и так далее прокрутка увеличение уменьшение масштаба клавиатура стрелки двигаться эскейп пауза меню пробел пропустить ход ага открытие инвентаря врага здесь предмет на полу она же окей экранные клавиши карта здоровье включение основного инвентарь закрыть ну окей ничего особо нового я не узнал там бита что ли какая-то вертикаль ну я хотел дубинку ударить ну ладно чё тут вот так можно приближать отдалять масштаб не очень массово но как-то можно бам бым ну на спящих можно патроны не тратить в принципе справедливо о голод 252 что значит 252 голод типа потребить возможно у меня голод уменьшился на 200 было бы наверное логично великие мыслители прошлого были правы анархия мать порядка теперь с принятием новой корпоративной этики мы все оказались свободными агентами великого рынка а чё тут здоровье а фиксирует рану лечит преломы ну это как бинты ну окей теперь у нас есть чем полечиться если что новая корпоративная этика свод законов а НКЗ новая корпоративная а НКЭ что ли новая корпоративная этика свод законов которые заменили устаревшее гражданское право старой земли гражданин государства ничтожество сотрудник корпорации сверхчеловек класс так ау регенерация что ау так подождите чё то такой чё то такой живучий то ааа рука ага урон 20-30 ну дубинка получи чем рука примерно такая же как нога окей окей ну карта уже обширная фатерни вакс фатерни вакс ну мы кстати регенерируем это не может не радовать так давайте кинем дубинку вам а и кинем заточку бра не повезло ну наверное стоит по максимуму экономить ресурсы да давайте возьмем эту ступню и сожрем типа мы и так регенерируем на каждом ходу так что не вижу причин не здесь ни с чем взаимодействовать нельзя корпоративная этика гарантия прав человека анком по праву гордиться что была в первые сотни подписантов НКР помните помните что каждый из вас под защитой нового свободного от гнета гнета наверное государств человечества возможно буквы ее нет в этом шрифте бам ну давайте еще заточку кину мне не жалко надо выкинуть этот гвездомет вот так чувствую боеприпасы у нас кончаются потихоньку а ну у нас кончились эти обычные мы теперь разрывными видимо стреляем а где патроны брать вопрос так ну инвентарь постепенно заканчивается здорово так а бам он заснул блин рано ладно 2 уран заход 25% оглашение рано мы можем вылечить так лечит проникающие раны лечит переломы господи у нас что перелом заражение ну ну надо шину наложить фиксировать рану окей мы полечились все да точнее у нас надо 5 ходов чтобы полечиться правильно нет или что что это значит зафиксированная рама перелом ребра типа у нас навсегда этот перелом а все окей так здесь был нет вроде не был тут ничего нет кроме несчастной ноги так что у нас там угу угу так ну давайте попробуем найти выход с этого уровня заполнение ну да чем дольше мы находимся на уровне чем больше ходов мы делаем тем сильнее враги но это явно так читается ау ладно это не то что я хотел сделать что уж получилось еще один бинт а ой ой что у меня со здоровьем заражение ну ботинки у нас просрочились а чё у нас с заражением как за ним следить левая правая видимость нет негативных эффектов окей но нет так нет мне кстати нравится что не попавшие пули могут получается попасть в кого-нибудь другого они просто промахиваются они просто промахиваются ау мы не умерли? так подождите мы же можем генерация плюс 10 заражение о здоровье о здоровье используется а фух то это было опасно ну мы можем починить немножко наше оружие не знаю есть ли в этом смысл ну пусть будет заточка будем по максимуму все использовать так собак мое спасение так собак собак ты куда делась у нифига себе чем можешь блин я не понимаю разрывные а я не могу использовать бинты чтобы лечиться вас и регенерации мне почему теперь нет супер может быть мне вот эта штука давала нет нет что мне давала регенерацию почему я почему я регенерировал раньше вот эта собака застала меня врасплох сюда мы не можем отчет от на полу валяется о гвозди прикол и там еще одна собака фига она выпрыгивает вот конец уровня ну мы там не все до исследовали я так предполагаю но чувствую мы далеко не уйдем помните что вы под охраной да да я помню помню вот пожрать а ну вот до вида нам дает регенерацию пушать обчон они не написано что она ее дает он так я хочу перезарядиться может быть гвоздемет сможет еще продлить наше существование этой бренной земле тут кстати есть пули которые мы не можем использовать пока что то блин а почему ты прошел вперед так ну да да не наши скорее всего сочтены на этом уровне чуть такое шина ну а что бесполезно руки-ноги тут что еще руки-ноги почему они иногда спят иногда не спят собака не надо упрыгивать из зуба кусок плоти но явно нам его не стоит сейчас есть вот реально такая аналогия с риска фрейм просвеживается из-за возрастания сложности только риска фрейм просто на на время полагается здесь время это ходы по сути прикольно кисть дайте полечиться чем-нибудь узкие коридоры боеприпасов нет но у нас теперь есть какие-то новая пушка там кто-то сзади так у меня же рука кликать стало можно на стрелочке конечно почему не почему было не сделать новое сда еще при движении типа как-то странно перемещаться на стрелочке при этом горячие клавиши у тебя на другом конце клавиатуры автономная лечебная станция для восстановления а или или это типа ну да логично наверное типа я хожу на стрелочке и пользуюсь горячими клавишами другой рукой лечебная станция о ничего себе вот у нее три заряда и на мне три раза может плечить но каждый раз они на полную катушку в этом мина вот стрелять было необязательно во первых вторых а почему ты меня задамажил прямо на все хп почти сразу открытая рана так но открытую рану я так понимаю можно перевязать скорее всего так вот тупик так но на стрелочке ходить достаточно прикольно так это что не понял я как будто разбрасываю что-то дождите во первых нам бы пожрать нечего пожрать можем разобрать можем руку разобрать вплоть возможно у нас из-за того что рюкзак заносился мы теперь можем меньше всего носить с собой не знаю не знаю там превращается в какой-то чучело ага ничего себе пол может разваливаться опс возле ты кто такой неожиданно ладно а ну думаю мы примерно поняли это за игрушка такая а на самом деле очень интересно и многообещающе выглядит и радует что наши русскоязычные разработчики такими вещами занимаются надеюсь не прогорит это их дело сейчас конечно много сложностей будет но надеюсь все таки не забросят они эту игру и от какого то финального состояния ее все таки доведут а я не понимаю почему иногда когда я хожу сложность повышается а иногда уменьшается аку это что черп в общем не знаю главное меню мы там что-нибудь еще интересное сообщите ошибки настройки в общем вот разработчики ну тут есть ссылки на них в принципе можете скачать игру посмотреть это все если вам интересно вк есть дискорд есть в общем есть как с ними связаться посмотреть что-нибудь и ну явно есть те кому это понравится я наверное не из таких но я просто больше казуальный экшен геймер чем чем такой думатель пошаговый стратег но в целом все равно круто круто а если вам понравилось это видео можете поставить ему лайк мне будет приятно и как обычно живите дружно не болейте и до скорого два 1 2 3 1 3 1 2 у у 3 и Продолжение следует...